Крестный ход Балашов-Вавилов-Дол, посвященный памяти святых царственных страстотерпцев и иных новомучеников и исповедников Церкви Русской, вновь прошел по улицам Саратова. Что дает человеку участие в таком ежегодном молитвенном шествии, узнали наши коллеги. В Свято-Георгиевском храме города Саратова крестоходцы помолились на божественной литургии, которую возглавил митрополит Саратовский Вольский Лонген. Участие в крестном ходе дает человеку возможность на время выйти из информационного потока и побыть самим с собой. Крестоходец весь свой путь думает о Боге, вечности, добре и зле. Я сердечно приветствую тех, кто шел из Балашова сюда и тех, кто отсюда уже пойдет дальше. Я думаю, здесь есть те, кто присоединятся к крестному ходу. Крестный ход наш стал такой неотъемлемой частью нашей епархиальной жизни и таким приношением, которое мы воздаем нашим новомученикам и исповедникам. Тем людям, которые в 20 веке не убоялись отдать все и удобство, и спокойствие, и вплоть до самой своей жизни, не отказавшись от веры во Христа, не предав церковь и пойдя на смерть за свои убеждения. Что дает людям этот путь? Поначалу у меня ходила просто мама, а затем она меня пригласила, и я заинтересовалась. Она рассказала, как там весело, как они там ночуют в палатках, как там есть веселые ребята. Но я согласилась с ней тоже пойти. Я хочу почувствовать, что я могу ходить в крестный ход, что я это могу осилить, почувствовать удовлетворение во славу Божью. С Божьей помощью, с молитвой, это очень легко идти. Даже вот живя в городе, не идя в крестный ход, мы страдаем больше от жары, от непогоды больше. В крестном ходу это все легче. Во-первых, это молитва. Господь идет рядом с нами и очень помогает. Он второй год мне просто нес на руках, и я даже не чувствовала ни боли в ногах. Раньше я ходила тоже в крестный ход, но я так, урывками, и меня подвозили на машине часто. А вот сейчас у меня такое желание пройти первый раз по-настоящему прям. И надеюсь, с Божьей помощью это получится. Ну, наверное, главное в крестном ходу – это научиться преодолевать себя, что, несомненно, вот нужно молодежи. Тут мы приходим со своими мыслями, с суетой такой, и немного так, отрешившись от цивилизации, от интернета, ты приобретаешь вот что-то такое, что вот, ну, это невозможно описать, как бы, может даже благодать, вот такое грубкое слово, но да, вот что-то такое присутствует. После праздничного молебна и трапезы снова в путь, который ведет к объединению людей, возрождению духовных традиций православия и стремлению к Богу. Продолжительность крестного хода составит 32 дня. Вечером 16 июля крестоходцы прибудут в Вавилов дол. 17 июля там будет совершена божественная литургия. Субтитры создавал DimaTorzok